Сейчас, поскольку дело имеет общественную значимость, именно общественную значимость, оно широко известно всем, то церковь проявляет себя как церковь, по заветам Господа нашего Иисуса Христа. Милости хочу, а не жертв. Церковь просит от властей то, что она должна делать. Она печалуется о осужденных. Отец Феодорит, а как вы думаете, власти России вас услышат? Ну, мы надеемся на это. Понимаете, наверное, было бы нелепо обращаться к кому бы то ни было, если ты считаешь, что он тебя не услышит. Ну, то есть вы считаете, что услышит, потому что есть обращение, актеры обратились с таким же требованием, с такими же просьбами учителя. Да, учителя. Вот смотрите, но заместитель председателя синодального отдела по взаимодействиям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он сегодня сказал, что ваше письмо похоже на политическое заявление. А это, по его мнению, то же самое, что бороться с властью. Вы согласны с этим? Вы боретесь с властью? Ну, во-первых, не согласен. Я не согласен вообще с самой такой трактовкой. Во-вторых, уже есть официальное заявление отдела, не частное мнение Вахтанг Кипшидзе, а официальное заявление отдела, оно опубликовано, где есть поручение правозащитному центру Русского народного собора разобраться при необходимости оказать правовую помощь, и где, в общем, не слово о том, что это какая-то политическая акция, акция по борьбе с властью. Кстати, вы обратите внимание, что письмо-то подписали люди совершенно разных политических убеждений, совершенно разных взглядов. То есть есть люди, как сейчас модно говорить, либеральные, есть люди, относящиеся к власти негативно, а есть люди, которые стоят на очень провластных позициях, потому что всех нас объединяет одно, желание, так сказать, оказать помощь, желание милосердия. А что говорят люди, которые не согласны с этим письмом? Я имею в виду людей из Центра. Ну, понимаете, есть, ну вот, Вахтанг Кипшидзе, например, считают, что это политическая акция. Есть люди другие, есть и другие люди, которые считают, что это политическая акция, хотя на самом деле, конечно, это не так. Это никто не имел в виду именно как политическую акцию. Это именно акция милосердия. Продолжение следует...